Классическое, великое российско-чешское противостояние продолжается. Четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина. Лев против Металлурга из Магнитогорска. Серьезно для ворот Магнитки это все обошлось, так что в критическую точку Металлург прошел и не пропустил. А вот теперь первый ответ и первый бросок по воротам Петри Вехани это Францис Паре. Теперь уже четвертый звено на площадке, мотает Сингел и... Шайб 53, то есть у них лучшая атака и как-то смешно, когда говорят о том, что команда играет от обороны. Гол! Счет в матче открыт, да, это Ярослав Хабаров, ему надо было больше всех. Ему надо было больше всех после предыдущего матча и здорово сейчас удалось ему бросить по воротам и шайба в сетке. Это первая шайба, пропущенная Левом в первом периоде в этой серии. Такая потеря здесь получилась, ну и Мяэнпя на синей линии сохранил шайбу. Однако Мазякин и здесь партнеры все есть, справа вариант Зарипов и Петри Вехани вытаскивает. А мне показалось, что штанга. Ну возможно. Посмотрим, да, выход 3 в 1, такой шанс еще. Мазякин продолжает атаку. Еще, да, бросок от Зарипова со стрейшего угла, снова Вехани на месте и ответ Льваш Шевц тащит свою команду вперед. Новотный пас на пятак, там Шевц и сдвинутый ворота. Берегов сдвинул ворота и студент показывает, что сбрасывание будет в зоне Кошечкина, но нарушения правил не было. Третьем матче. Вот получается, что магнитке тяжело переходить со своей на чужую площадку после двух стартовых матчей. Есть такая проблема. Опасный момент и шайба в воротах. Один на один это Даня Тульстрел. Человек, который вернулся сегодня в состав после дня рождения. Как нужно отмечать день рождения? То есть без последствий остался Ульстром работоспособным и, можно сказать, вот фактум сделал сам себе подарок. Славе вылетели из плей-офф. Хороший какой пас на Тимкина и бросок не получился у Евгения. Начал обыгрывать потом Веханина и в итоге укатил за ворота. Едва в одного. Врана терл справа Врана сам. Кошечкин великолепный просто сейф. Казалось, все правильно делает Врана. Поднимал шайбу надо льдом над Кошечкиным, но Василия просто так не перебросить. И поэтому он не дернулся. А вот момент с Тимкиным. Не получилось бросить сначала, потом Ойстрик вмешался. И в итоге момент был упущен. Ну и вот эпизод с Враной и спасение очередной Василия Кошечкина. Возвращает нас, собственно, пятачок. Минпиар раскатывается. Не проходит диагональ. Два Магнитогорта стояли на пути шайбы. Слава приема Шевца против Зарипова. И аплодисменты болельщикам. Почти там один матч был, когда он вообще не играл. Сегодня даже в заявку не попал. Закресен как резко остановился. Оставил неудел. Бойцы! Пятый матч и Патриар забивает. Шестой шайб в этом игровом интервале. Что-то невероятное. Это десятый игрок Джастина Азиведа в нынешнем плей-оффе. Неукротимый совершенно канадо-португалец с передачи Закресена своим очередным кистевым броском поражает ворота Василия Кошечкина. Я пожурю Ли. Вчера его очень легко отыграл Мянпиар на последней минуте встречи. Но Ли решит подключить Мазякина. Шеба скакло через крюклюшки Зарипова. Мазякин. Пауза выдерживает. Роскошная передача на Зарипова. Великолепный гол. Это Виктор Антипин. Гол в большинстве. 2-2. Похоже, игра раскрывается. Магнитка раскрывается. Может быть, то, что команда уступает в Сирии, заставила игроков на кураже действовать более интенсивно. Гол Виктора Антипина с передачи Даницы Зарипова и Сергея Мазякина. Что важно для Сергея Мазякина, я вот еще раз повторю, это 25-й очков плей-офф. 2 улева. Да, первое большинство. Весь первый период без нарушений, без фолов со стороны магнитки. Но здесь мы видим, подножка была действительно... И Шевц бросать вряд ли будет. Сделает передачу. Выстрел немеца. Капанин. И Капанин с пустыни не попал. Но, правда, угол был острый. Шевц показывает, что нужно немецу сделать передачу. И промедлил Азаведа. Немец. Второй выстрел. Гол. 3-2. Он же немец. Даже давно не забивал, кстати говоря, несмотря на то, что у него неплохая статистика. И в большинстве как раз он забросил в ветре свои шайбы из трех в этом розыгрыше плей-офф. И вот вновь в большинстве немец появляется и, наконец-то, расчехляет свою результативную клюшку. И предыдущие две его шайбы были победными. Превосходство. Вот это важнее всего для Василия. Не проходит. Проходит такой передачи. 2 в 1. И не получается бросок у Закрисона. А было все, конечно, очень опасно. Ну, такую подкидку выполнял Тернер. Не всегда получается у нападающих воротов. Коварш, бросок от синей линии. Чуть не подбил Мяймпе. Тот упал, но от шайбы как-то так вроде не пострадал. Бирюков. Еще наброс. Коварш там перед воротами. Отскакивает шайбу в угол. Мазякин. Подбор за магниткой. Хорошее подключение справа. Это Антипин. И шайба в воротах. Похоже, показывает арбитр. Да. Затяжная атака и 3-3. Линии вот сейчас отсюда мы это должны увидеть. Да, нет ни малейших сомнений. А на что рассчитывал Вехович? Инстинктивы. Как Шура Балаганов в карман чужой залез. Обостряющую. Ну вот другое дело, что после этого-то броска уже не последовало. Может быть, если бы бросал сам. Ну все равно он-то действовал нетривиально. А вот сейчас нетривиальный выход 2 в 1. Коварш. Мазякин слева. Бросок мимо. Сергей Мазякин мог забить сейчас в меньшинстве. Но... И смотрим, да. Это Коварш, это Мазякин. Ну и давайте, может быть, здесь все-таки помешали. Да, вот немец, наверное, дотянулся до шайбы или до клюшки Мазякиной. Поэтому Сергей не сумел попасть в створ. По крайней мере, тянулся. Прожан. Так что здесь есть еще к чему стремиться. Но вот и Александр Медведев. Его до этого показывали только на видеокубе. А теперь и в телевизионную трансляцию он попадает. Стартовал третий период. Ну и ждем мы, что же предложат нам тренеры, что предложат нам команда. Изменится ли как-то происходящее на площадке. И, может быть, кто-то получит явное преимущество. Мазякин самостоятельный проход и великолепная шайба от Даниза Зарипова и Сергея Мазякина. Который обыграл всех и после этого выдал сумасшедший пас налево. И Даниза Зарипов забил Петри Веханину, который на прямых ногах пропускал эту шайбу. Поскольку ну просто ничего абсолютно сделать не мог. Сорок, даже не сорок, тридцать восемь секунд всего. Даниза Зарипов и пас на Новотный. Тот входит в зону. Бирюков против него. Новотный развернулся. Мянь пять синей линии. И вот здесь бросок Новотный. И снова Василий Кошечкин. Снова в игре. И вот тут Бирюков. И, честно говоря, сложно понять уже, кто там за Хрисом. Но бросок получился у него не сильный, потому что шайба скакала и Кошечкин. Зарипов в шайбы паслили Мазякину. Мазякин бросает и бросается Новотный. Под шайбу у Льва, кстати, тоже два нападающих. Новотный в рано. И один игрок обороны. Это Яковл, но это не помешало Даницу Зарипову увеличить преимущество Магнитогорска в счете 5-3. Да, именно так. И это двадцатая результативная передача Сергея Мазякина в матчах против Льва. Да, вот этот пас от Мазякина на Зарипова. Да, в общем-то, 20 против Льва. Хорошо, но 101 очко. Это новый репорт не только Фехелда и чемпионата в России. И Сергей Мазякин проводит совершенно феноменальный сезон. И это было, я думаю, известно всем. И до сегодняшней встречи, в которой уже 4 очка набрал Сергей. И 101 регулярка плюс плей-офф. Мазякин один против двоих, что предпримет. Сохранил шайбу. Сохранил шайбу. И вот это Тюарбер против Мазякина. Отплатил за то, что было позавчера. Тогда в него воткнулся Мазякин. Сейчас Тюарбер отплатил. Локоть-то попало, но все вроде нормально. А это Мартин Тюарберг. Это Мартин Тюарберг. Вот он на скамейке запасный. Недобрый. А вот этот момент. Вот этот момент. Вот Тюарберг. И так, знаете ли, ощущение, что выставил там локоть. Да, локоть поднял. Хабаров. По борту аккуратно. На Брента. Брент. А это Тимкин. Это Тимкин. Здесь без нарушений. Но очень жестко было сыграно Евгением. В агрессивной манере. Может и подраться, если что. Он все-таки в Витязи играл. Но где-нибудь. 17 тысяч 73 болельщика на сегодняшнюю встречу. Вот что значит Александр Иванович Медведев приехал. То есть были поводы сомневаться в результативности Металл-Орден. Врану с шайбой. Но надо уже вводить на бросок. А вот и Азивед этот бросок совершает. Кошечка справляется. И все. Звучит сирена. Стадион стоя встречает сирену. Все довольны игрой. Недовольны, наверное, краски болельщики результатом. Это понятно. Но игрой довольны совершенно точно. И теперь у нас небольшая стычка на льду. По-моему, Осло, да это или кто? Да, Осло. Обирный Осло. Вот она настоящая драка. Обирный питались по дракам в концовке встречи. Так. Ну вот тактическая борьба в этой драке тоже какое-то время такая. Они смотрели друг на друга. Вот теперь Обирный начал активно работать правой рукой. Обирный здоровенный парень. И он, конечно, посильнее Осло. И не взлетим, как поплавая. Ну вот у Лаги Лагир носил на лед.